Всем привет! Это канал Canada Cars, автомобили из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алекс. И вот наступил 2021 год. Локдаун пока у нас в Канаде есть, но ассоциация автодилеров в Канаде, в Квебеке нам разрешила, позволила открыться. Ну вот смотрите, у нас просто посмотрите, как она шикарно смотрится в этом цвете. Вот этот серый цвет машины, это считается как мокрый асфальт. Обратите внимание на эту лапочку, как она красиво смотрится вообще. Хотел обратить внимание, что у нее задние фонари светодиодные. Это не обычные фонари, то есть это вот. Все, все вот это получается, поворотники, стопы, это светодиодные. Машина в комплектации ExactLine. Сразу говорю, мы поменяли масло, фильтра, новая резина, зимняя. Все четыре кольца новые, новые тормозные диски. Новые колодки. Вот. У нее, ну то, что ExactLine, это понятно, у нее Towing Package, у нее есть этот такой фаркоп. Причем покупателю этого автомобиля фаркоп мы подарим сам вот этот набалдашник. Я вам сейчас его попытаюсь показать, где он у нас есть. Одну секундочку. Где-то он у нас есть. Да, вот, вот он. Вот этот вот набалдашник. Вот этот набалдашник, получается, мы вам его подарим. Вы сможете его снять, вот эту пробочку. И, собственно говоря, вот, закрепить его здесь и перевозить там лодку свою, прицепы какие-то, что угодно. Три разных шарика, три разных диаметра. Я думаю, что оно вам очень будет полезно. Для более, скажем так, тяжелых грузов, более крупный там, да, шарик, это для более мелких грузов каких-то. Смотрите, по наружке у машинки брызговички. Все полностью сзади и спереди. У нее бесключевой доступ. Зеркала складываются. У нее адаптивный биксеноновый свет. То есть вы поворачиваете руль, свет фар поворачивается за вашим рулем. У нее парктроники спереди, парктроники сзади. У нее камера заднего вида. Автоматический вот этот сенсор дождя. Ну, то, что панорамная крыша, само собой. Так, ну, теперь я вам покажу сам моторный отсек тоже. Подкрываю. А потом покажу салоночки. Двигатель этот уже рестайлинговый мотор, который пошел именно с 2013 года. Получается, что, во-первых, больше лошадей у него. А во-вторых, у него, во-первых, топливный насос высокого давления находится не здесь. Вот привод, привод временной у предыдущей версии. А он уже в недрах мотора приводится в действие цепи. Да? То есть тоже очень важная штука. И, конечно, он едет очень-очень весело. Очень мощный двигатель. Ну, наверное, вам это не пригодится. Но все равно я скажу. Все автомобили, ну, так как вот этот был скандал дизель-гейтс в Канаде, в США, с экологией, все фольксвагены, независимо от их пробега, ставятся на гарантию в Канаде 75 тысяч километров. Независимо от пробега года. Дизель имеется в итоге, да? И в данном случае вот эта вот бирочка, она об этом и говорит, что эта машина на гарантии, ну, то есть они все, в принципе, на гарантии, чтобы не вышло из строя, бесплатно ремонтируют ни копейки, денег, вы не тратите. Вам дают еще взамен другой автомобиль, чтобы на нем ездили. Вот такая вот интересная катавасия у нас за системой дизель-гейтсами. Значит, ну, давайте перейдем, наверное, к внутренней части автомобиля. У нее коньячный салон, очень крутой салон, очень красивое, конечно, его состояние, хорошее и красивое сочетание вот этих вот цветов, там, черный. Вставочки, такие вот коричневые, получается обшивка, но здесь темно-коричневый, здесь светло-коричневый, собственно говоря, черные тоже вставки, там, элементы черные. Значит, состояние машины очень хорошее, то есть она ухоженная, она, за ней следили, хорошо следили, значит, и все абсолютно, все, все элементы исправлены. Значит, понятно, что давайте я вам покажу, во-первых, у нее память сидений, у нее полный здесь электропакет по стеклам, да, закрываются двери от детей, то есть можно закрыть прямо, видите, слышите, с водительской двери, у нее музыка, DIN-аудио, у нее складывание зеркал, подогрев зеркал, кнопка багажника, коврики ее оригинальные, тореговские, вот эти вот резиновые, всесезонные. Пробег у этой машины 219 тысяч километров, сиденья, все полностью кожа, плюс куча регулировок, подкачка спины для спины, регулировка электрической, регулировка руля, вот, могу вам ее завести, кстати, так, у нее 2, сейчас отключки возьму, одну секундочку, так, я вам ее заведу, сейчас ей, топлива мало, но мы заправим полный бак, вот навигация, показывает, где наш автосалон находится, естественно, у нее камера заднего вида, и парктроники спереди-зади, как вы видите, вот, сразу показывает здесь препятствия, если какой-то сразу включается, и пикает, ну, и вот вам повернете руль в эту сторону, или в ту сторону, у вас появляется помощник, вот такой вот, видите, который указывает линию, траекторию вашего движения, ну, естественно, у нее подогрева сидений, полностью всех, причем, видите, климат-контроль двухсторонний, вот, музыка у нее, экзекла, экзекла, динал ее, пардон, я вам сказал уже, у нее есть, как его, CD-ченджер вот здесь, можете слушать музыку, если вы очень любите это, шторка, которая закрывает крышу, тоже очень полезная штука, на улице, не знаю, там солнце сильное, значит, шторочки, вот здесь на стеклах, но я хотел показать, подогрев задних сидений, видите, тоже трехуровневый подогрев задних сидений, вот, ну, как говорится, дойдем сейчас сюда, покажу вам, давайте покажу, как работает двигатель, видите, как мягко, вам слышно, наверное, он очень мягко работает, очень приятный такой треск, двигателя это миллионные, очень экономные, очень мощные, тяговитые, тянут, тянут очень большой вес, ну, понятно, что ксеноновые фары, как я вам сказал, сейчас я заглушу, могу продемонстрировать, видеть, как закрываются зеркала, потом, если вы ставите вот это зеркало в положение R и включаете заднюю скорость, вот, посмотрите, я сейчас попробую, лучше бы вам видно было и скорость, как я включаю, и посмотрите на то правое зеркало, оно спускается вниз, чтобы вам показать заднее колесо, чтобы вы там не процарапали бордюр, а, ну, у меня дверь открыта, значит, она этого не хочет сейчас сделать, окей, то есть это зеркало спускается в самый низ и показывает вам бордюр, чтобы вы там не зацепили, не побили ничего, так, окей, давайте смотрим дальше, сейчас вам скажу еще главное отличие этой машины, чем же она все-таки отличается от других европейских версий, понятно, что состояние салона просто супер-супер, такое ощущение, что машину очень сильно берегли, вот эти шторочки тоже очень полезные, солнце, летом, у машины есть розетка, обычная розетка, при помощи которой вы сможете заряжать там свой компьютер или что-то еще, давайте откроем багажник, понятно, что с кнопки закрывается багажник, еще на этой комплектации ExactLine есть очень хорошая штука, вот эти вот направляющие, видите, для полочки багажника, то есть вы можете не складывать ее полностью, а вот просто вот так вот раз, собрали, сделали все свои тут вопросы, ок, закрыли вот так, удобно и классно, просто приподняли, конечно, можно его вообще полностью закрыть, видите, вот так, закрывание, автоматическое закрывание, вот этих вот кресел сзади, потом, что у нее все ключики имеются, у нее есть насос, есть секреточка, есть там отвертка, все такое, это был добавляется, вот тут вот топка, то есть фича хорошая, вот с этой, придумали немцы, да, то есть вот раз, не открывая полностью машину, так, ну естественно, вот с этой стороны тоже покажу, очень хорошее состояние, абсолютно не заюзанное ничего, не запиленное, то есть вот, такое ощущение, что практически здесь никто не пользовался, сиденья как новенькие, ну и трехуровни еще раз подогрев задних сидений, хочу сказать, это тоже очень удобно для детей, спинка, кстати, она с уровнем регулировки, можно немножко наклонить ниже, поднять, вот, и переднее сиденье, тоже имеет такие же регулировки, как и водительское сиденье, то есть подкачка для спины, вот, ну, собственно говоря, куча регулировок по наклону, и очень хорошая штука, кстати, я хочу сказать, по поводу вот этих спинок, вот этих подголовников, именно вот передних подголовников, это не у всех есть, только у Volkswagen, автор, такой есть, в Audi 7 нету, смотрите, то есть можно, видите, регулировать выпад, получается, подголовник, то есть если вам удобнее сидеть так, согнуть, допустим, шеей, вот вы можете до конца себя вытащить сюда, поднять вверх под ваш рост, и, окей, если так, можно, пожалуйста, туда закрыть, то есть это очень удобная, на самом деле, функция, которая имеется только у Volkswagen Touareg, у других машин, кстати, такого нету, у BMW X5 еще такое бывает, там у Mercedes, там у Lexus и других, скажем так, автомобилей, джипов, такого нету, ладно, теперь я хочу перейти к важной очень части, чем же она отличается своим арктическим, скажем так, пакетом, кроме подогрева сидений, руля и так далее, и зеркал, да, то есть у нее есть очень важная штука, во-первых, у климат-контроля, вот она сейчас заглушенная стоит, у климат-контроля есть вот такая кнопочка, у всех Touareg'ов в Канаде вот такая кнопочка REST, то есть, когда машина горячая, вы машину, вот приехали на улице минус 5, минус 10, да минус 20, сколько бы ни было, да, вы приехали, заглушили мотор, и, в принципе, у мотора есть остаточное тепло, то есть, он имеет 90 градусов, он горячий, и вы включили, просто без, с выключенным зажиганием, да, с выключенным зажиганием, выключена машина полностью, выключила, нажимаете кнопочку REST, и у вас включается климат-контроль, климат-контроль, и он вам гонит остаточное тепло зимой, то есть, гонит это тепло достаточно долго, пока, ну, скажем так, не остынет блок мотора, все, жидкость в нем, то есть, у вас подогретый, фактически, салон, даже если вы уходите в магазин, закрываете машину, возвращаетесь обратно, вот эту штуку можно ставить включенный, и, фактически, вы возвращаетесь в теплую машину, то есть, это очень удобно, и только у торегов, есть такая функция, у других машин нету, к сожалению, значит, это раз, это первая штука, которая очень важная, вторая штука, у этих, у всех Volkswagen торегов в Канаде, давайте я выключу, у всех Volkswagen торегов в Канаде, у них печка, вот этот радиатор печки, он керамический, с нагревательными тенами, то есть, когда на улице, допустим, минус 10, минус 20, сколько бы не было, вы машину заводите, и эти нагревательные элементы, тены, нагревают этот автомобиль, скажем так, эту печку, тасол, антифриз печки, за считанные буквально минуты, ну, допустим, на улице минус 10, минус 20, через 2 минуты, у вас уже климат-контроль начинает гнать теплый воздух, немножечко, ну, он не горячий будет, но теплый воздух, такие же ТНС-то стоят в самом блоке мотора, в самом блоке мотора, вы знаете, что дизеля греются очень сложно, медленно, а дизеля канадские греются очень быстро, то есть, потому что в машине, в блоке мотора есть нагревательные, электрические ТН, которые очень быстро нагревают мотор, и там, буквально, ну, скажем так, вы проедете, 2-3 километра, или по 3-5 минут, уже стрелка поднимется, температура до 40 градусов, у нас градусов, все, видите, в километрах, нет никаких миль, поднимется до 40 градусов, потом до 50, вот, и вы можете смело уже ехать, буквально за там 2-3-4 километра, она будет уже горячей, 90 градусов, даже при минуте 10, вот такая вот петрушка, вот такие отличия наших канадских автомобилей, от других европейских автомобилей, ну что, я предлагаю сделать сейчас тест-драйв на этой красавице, посмотреть, как она себя ведет, сколько потребляет топливо, вот, и у вас есть шанс ее приобрести, пользоваться этой ласточкой, в Украине, или в какой-либо другой стране, в частности, так как их в Украине покупают больше всего, мы Украине их и предлагаем, ну что, поехали, покатим, прокатим, направим полный бак, и прокатим, фотографии на этот автомобиль, вы сможете посмотреть на нашем сайте, вот на этом сайте, canadacards.biz, сможете зайти в рубрику «Авто в наличии», и больше 200 фотографий вы увидите по данному автомобилю, сможете спокойненько на компьютере проанализировать все-все детали, ВИН-код, Carfax, всю информацию по машине мы высылаем непосредственно клиенту по запросу, поэтому обращайтесь к нам, если вас эта машина заинтересовала, мы вам отправим всю информацию лично. Ну, теперь давайте я вам ее покажу. Мы вам обещали сделать покатушки, едем, сделаем тест-драйв, посмотрим, как машина катается, что она из себя представляет, по магистрали, и заправим полный бак топлива, именно для вас, чтобы вы получились полным баком топлива. что, открываем шторочку, и отъезжаем от наших драгоценных ворот автосалона, сделаем тест-драйв на этой машине, и увидите, как она здорово едет. Топлива сейчас мало, но мы вам сейчас сделаем полный бак, самые дорогие качественные солярки, зальем, в которые меньше содержания этого, как его, сажи, так как здесь пишут сразу, вот на рекомендации, какую надо заправить, такую мы и заправим. Ну, соответственно, AdBlue самый дорогой, мы заливаем, поэтому нашим клиентам мы даже бесплатно купим пару канистрочек AdBlue, если нужно будет. То есть, если вы захотите, мы вам приобретем. Ну что, у вас есть шанс купить вот эту красавицу. Красавица реально шикарная, смотрите, салон коньячный, панорамная крыша шикарная, огромная, это самый-самый-самый дорогой топ, топ-оффлайн для Канады, то есть, для Канады большей комплектации не бывает. Это Exact Line, это самый монстр из монстров, самая дорогая комплектуха. Музыка крутая, тут музыка с сурраундом, кстати, очень хорошая тема, звук очень красивый, ну, естественно, навигация, вот это вот, то, что система, вот этот рест, вот я угрил, северный именно вариант автомобиля, подогрев, подогревы, ну, то, что руля сзади, с задних силиний и опять-таки керамическая печка с элементами, с тенами для подогрева, антифриза, чтобы быстрее прогреть мотор, то есть это тоже очень классная тема в вашей стране, это вы оцените сразу, это сразу, два ключа автомобиля, ну, то есть, сейчас и покажем, как она едет, как она разгоняется, новая резина, зимняя, новые четыре колеса, вот, в принципе, в принципе, у нее, у этой машины были, кстати, я хочу сказать, да, были летние колеса, но, может быть, они не первой свежести, да, так вот, но нормальные, хорошие летние колеса, мы их можем отдать, просто положить в эту машину, погрузить, и пользуйтесь, вы радуетесь жизни, ну, что, выезжаем на магистраль, выезжаем на магистраль, сейчас, и увидим, как, как эта машинка себя ведет по магистрали, окей, то есть, ну, она достаточно устойчива, вот мы едем с зимней резины, зимние колеса, и, ну, смотрите, разгоняется, она очень здорово, это, это мотор 3.0, но уже после 13-го года, тут по-другому идет привод, уже топлива, на насоса, высокое давление, он идет от цепи, значит, неременная передача, это уже более усовершенствованный мотор, более мощный мотор, естественно, да, ну, и по экономичности он тоже очень приятный, тяговитость очень серьезная в этой машине, до 4.5 тонн она тянет, то есть, это тоже, ну, считайте, можно 5 тонн, скажем так, тянуть на этом автомобиле, прицеп какой-то серьезный, да, дом на колесах, то есть, что-то еще, то есть, это тоже очень классная тема, кому-то, может, лодку, катер, там, небольшую надо будет перетягивать, вот вам такой вариант идеальный, значит, зимняя резина, а шумоизоляция настолько хорошая, ну, скажем так, этих колес вообще не слышно, но резина тоже хорошего качества, не какая-то, непонятно, что там, какой-то отстой, да, то есть, это хорошее качество резины, очень достойная, ну, разгоняется она хорошо тоже, динамика разгона классная, даже приятно на этом дизелечке дать джазу, и скорость она, ну, вы видите, что скорость, ну, конечно, водителя лучше видно, скорость не ощущается на этой машине, то есть, она едет, вот, 119, мы едем, 120, впечатление, как будто плетемся, километров 70 в час, при этом, видите, скоростной режим не очень сильно влияет на потребление топлива, ну, тем более, у этих вот, 13-й год, это вообще как бы считается бомбический мотор, ну, вот, 130 даже, 131 разогнались, мгновенно разгоняется, у машины тоже никаких ошибочек, все четко, никаких вообще, вот, можно показать щиток, никаких, вообще ни одного Зехера, скажем так, все классно, все четко, то есть, взяли, сели и поехали, и, причем, как я еще раз говорил, у нас в Канаде, так как этот дизельный гейт был скандал, машина покрыта гарантией на 75 тысяч километров, то есть, с любым, любого года, любого пробега, например, на котором дизельные машины, вы берете себе, в Volkswagen, бесплатно, в Volkswagen Audi, бесплатно, все ремонтируют, любые нюансы, которые возникают у автомобиля, они все это устраняют, то есть, ну, провинились, вот теперь, вот, скажем так, искупляют свою вину, да, таким образом, да, разгоняется, он неплохо, при этом, при динамике разгона, он очень экономичный, видит, то есть, я вот раз раз нажал на петрогаза, вот 120, и при этом, он очень экономичный, то есть, ну, что, вот сейчас, вот мы делаем почетный круг назад, обратно едем, в сторону заправки Shell, вот, и сохраняем себе позицию, сиденье, вот в сторону заправки Shell, и едем уже, заправим вам полный бак топлива, то есть, я думаю, что вот почти 100 литров топлива, в этом топливном баке, ну, реально, такая, цистерна огромная, вот, и этой вот этой цистерны хватит почти на 1000 километров по трассе, то есть, маленькое потребление у этих машин, и, соответственно, вы этим будете приятно удивлены, ходовая у этих машин, практически неубиваемая, вот видите, мы едем по плохой дороге с вами вообще, то есть, мы вообще никогда не видели, туарегов с убитой ходовой, вот честно скажу, то есть, были туареги, там сколько, там 350, 360 тысяч километров, и, да, даже Audi Q7, мы там покупали клиентам 400, там с чем-то, тысяч километров пробега, и тоже, и ходовкой на Audi, на туареге, там нет, не ему подвески, обычная подвеска, и она очень-очень надежная, то есть, ну, скажем так, в вашей стране, предположим, да, если даже не очень качественные, хорошие дороги, то машина будет очень надежная, она долго ее хватит, она эти ямы проглатывает все, но еще, знаете, большой очень плюс, конечно, что 20 колеса, широченные колеса, просто, 275 ширина, и, естественно, вот когда какие-то ямы, неровности, если узенькое колесико, бам-бам-бам-бам, попадает в эти ямы, да, вот, и вы там буквально все неровности ловите, а когда большая лыжня, вы раз прошли там, как гусеничный трактор, и поехали дальше, то есть, естественно, это все тоже влияет на продолжительность жизни ходовой автомобиля, даже если плохие дороги, она все равно, это неровности проглатывает, и поехала дальше, за счет широких, вот этих вот, широкой лыжни, вот смотрите, мы с вами поедем, 112, да, видите, она разгоняется мгновенно, почти, вот, 125, вот едет уже, видите, 126, то есть, едет она очень здорово, разгон просто супер, шикарный разгон, и, не знаю, в ваших, конечно, странах, допустим, там, может быть, и нет таких ограничений скорости, но в Германии точно, они могут и 200, сколько-то, 280, 280 будут ехать, по Германии, там нет ограничений скорости, в странах СНГ, ну, по-моему, там есть, 100 км в час, скажем, и все так и едут, да, то есть, но для хорошей скорости, она тоже, эта машина обалденная, она классно держит дорогу, вот, и все-таки, один из важных, очень показателей, качества автомобиля, это шумоизоляция, вот здесь шумоизоляция, у Фольксвагенов, ну, впереди планеты всей, мы сейчас подъезжаем к заправке Shell, уже привычная всем заправка, которая находится рядом с нашим автосалоном, зальем вам полный бак дизеля, покажем это, вот, и дальше уже покупателю автомобиля повезет, кстати, вот я могу включить и навигацию, допустим, вот показать, видите, где мы находимся, тут очень много всяких вот настроек, там, и по климату, телефон, радио, звук у нее очень хороший, хочу еще раз повторить, то есть у нее этот вот, DIN Audio, у нее музыка Surround, музыка Surround у нее в этом плане, и, кстати, вот эти занавесочки тоже хорошая тема, здесь же, в принципе-то, закрыли и делайте, что хотите, не видно там, шторки вас скрывают полностью, ну, панорамная крыша, конечно, вообще бомбическая тема, от этих Volkswagen, она огромная, она огромная, очень шикарная, и очень светлый салон за счет этого свет проникает, и красиво, реально красиво. Так, вот она наша заправка, заправка, новые тормоза автомобиля, немножечко надо, чтобы они тоже притерлись, вот, и, скажем так, вам никаких инвестиций не надо было делать в машине, то есть это тоже очень здорово, мы установили новые тормоза, новые диски, колодки, новое масло залили с фильтрами, то есть вам тоже, на достаточно, сколько там, 10 тысяч, 8 тысяч километров, сколько будете ездить на этом масле, не надо никаких инвестиций делать, ну, окей, подъезжаем к заправке. Так, ну что, я подъезжаю на заправку, как мы и говорили, заправляем полный бак топлива, так как у нее заливная горловина находится с этой стороны, мне придется задом заехать, колонки, подъезжаем к задам и, что, заливаем полный бак, окей? В этом самое дорогое топливо, вот посмотрите, V-Power, дизель, мы не скупердяничаем на этом, не скупердяничаем на этом, так. Ребята, походу он был пустой, практически пустой бак был. Все, полный бак вам обеспечен, будете пользоваться этим топливом в своей стране.